Друзья, всем привет, с вами Яков, и я вас приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео, которое посвящается Diablo 3, мы с вами рассмотрим билд Монаха, так называемого Шрайн Монаха. Бывают такие случаи, что кто-нибудь спрашивает, мол, подскажите билд на определенного персонажа, Монах это или Варвара, не столь важно. И обычно говорится такой ответ, мол, нажми Shift L. В принципе, это справедливо, кроме данного случая, потому что данный билд Монаха, Монаха Саппорта в таблице не найти, так как он не входит ни в какие топовые меты. Но ни в какие топовые меты это, конечно же, в кавычках, потому что кроме мет, которые предназначены для закрытия максимальных великих порталов, существует еще одна мета. И я считаю эту мету просто идеальной, я думаю, со мной согласятся многие для прокачки парагона. В ней находятся три чародейки и электрички, и как раз таки вот этот Монах Саппорт Шрайн Монг. И что меня удивило, когда я проводил, допустим, свои стримы, очень многие просили показать данный билд. Ну вот я его как раз таки подготовил и предлагаю вам его посмотреть. И если вам это интересно, то давайте рассмотрим билд и экипировку. Ну что ж, поехали! Итак, для начала мы будем использовать два сета, но два сета не полных. Первый это мантра Ины. И здесь используются три предмета. В моем случае это перчатки, броня, а также пояс. Ну, в принципе, это стандартный сет для любого саппорта. И он нам, по сути, нужен для того, чтобы мы находились под действием всех мантр одновременно, а именно базовыми эффектами. А также для увеличения на 100% базовый пассивный эффект текущей мантры. Также мы используем два предмета из сета Стратегема Ульяны. В моем случае это маска, а также штаны. И он нам будет помогать навешивать ладошки или же умение взрывное касание. То есть как только мы начнем работать генератором, то после каждого третьего удара мы будем навешивать ладошку. В руки мы берем кистевое оружие, хрустальный кулак. Для того, чтобы мы могли себе увеличить защиту после применения умения мощный рывок. Во вторую руку мы берем мечингеон. Он нам нужен для того, чтобы когда будет погибать элитный противник, быстрее откатываясь наше умение. А конкретно это умение мощный рывок. На запястьях мы используем наручевозмездие. Для того, чтобы мы могли призвать элитного противника. На плечах у нас находится монолок и февр. Эти наплечники будут помогать нам увеличивать защиту, когда мы будем использовать нашу стяжку. В качестве амулета я предлагаю использовать амулет адского пламени. Для того, чтобы мы могли получить дополнительную сунькатую пассивку. Ну а теперь у нас осталось два кольца. И первое кольцо это зодиака. То есть когда мы будем использовать наше умение, которое расходует ресурс, допустим, наше стяжка. Мы будем быстрее откатывать наше умение. Ну а второе колечко это перстит око. И оно нам будет помогать создавать такие области силы на земле. То есть когда будут уничтожаться противники, будут создаваться такие области. И находясь в этих областях, наши чародейки будут наносить больше урона. Конечно, в постранных забегах, когда они длятся по полторы, максимум три минуты, на эти области отвлекаться со временем нет. Но если случайно дамаги попадет именно в эту область, наносить урона он будет гораздо больше. В моем случае это на 85% больше урона. Ну и в качестве ботинок мы используем призрачные башмаки. Для того, чтобы мы могли беспрепятственно проходить сквозь противников. Так, теперь у нас на очереди куб. В качестве бижутерии мы используем кольцо королевской роскоши. Чтобы запустить бонус за четыре предмета и сета мантраины. В качестве наручи я предлагаю использовать наручи силача. Для того, чтобы мы могли бафить урон нашей группы на 30%, когда мы будем сдергивать противников с места. Ну и в качестве оружия можно использовать аварион Копьё Ликандор. А этот посох работает следующим образом. Да, вы не ослушались, это посох. То есть, когда наша группа будет убивать демонов, то с определенной вероятностью мы можем оказаться под действием одного из шрайнов. Вот поэтому это и называется Шрайн Нонг. Шрайн это так называемые маленькие пилоны, маленькие святилища. Это не те большие пилоны, которые называются Сила, Поддержка или Молния. Это те святилища, которые мы встречаем в нефаленских порталах или же в режиме переключений. Теперь, что касается наруливания приметов. Наролливайте максимальный показатель КДР или уменьшение времени восстановления умений. В нем он составляет 65%, и этого в принципе хватает. Скорость атаки нас в принципе тут особо не волнует, потому что это не монах-хиллер. Его задача, как в принципе задача всей пати, немножко другая. Практически ваншот на телевидный пак и двигаться дальше. Поэтому вот такой вот скорость атаки, которую вы сейчас видите на экране, в принципе хватит. Ну и как-никак мы иногда пытаемся хилить нашу группу. Поэтому во всех возможных приметах во вторичных аффиксах должны быть, точнее должен быть такой показатель, как восстановление здоровья с помощью сфер. Это наплечники, броня, амулет, оба кольца, а также ботинки. Ну а что касается самосветов, то мы используем сияние льда, токсин, а также эзотерическую трансформацию. Камень и гогок в этом билде в принципе нам не нужен. А теперь давайте рассмотрим билд. Из пастивочек мы используем светлые щитары для того, чтобы наши умения быстрее откатывались. Шестое чувство для уменьшения нефизического урона. Единственное для увеличения урона нашей группы. А решимость будет помогать сокращать получаемый урон группой. Так как у меня находится амулет адского пламени, то там у меня имеется пастивочка познания смерти, что по сути будет моей воскрешалкой. Из основных умений я использую волновый меч и суруный цунами. Этим генератором я буду навешивать умения взрывного касания на противников, ну или попросту ладошки. Также буду запускать самосвет сияние льда, что в свою очередь будет увеличивать шанс нанесения крита моей группой. Ураганный удар с урона слопывания это наша стяжка. Мощный рывок с урона быстрее ветер это наше перемещение по карте быстрое. А благодаря данной руне мы еще будем получать дополнительные уклонения. Взрывное касание с урона плодит немощно. Как раз таки эта ладошка будет позволять увеличить урон по отмеченным противникам. Мантра воздаяния с урона неповиновение. Она будет увеличить скорость атаки как мою, так и нашей группы. В большей степени гидр наших чардеек и электричек. Ну и умением прозрения с урона освежающий туман мы как никак будем иногда отхиливать нашу группу. Хотя я повторюсь это наша не основная задача. Потому что только нашими мантрами мы уже будем давать довольно неплохую стойкость нашим чародейкам. А тем более на таких невысоких порталах. Ну а теперь давайте разберемся с геймплеем. Для начала хотел бы сказать по поводу этих невысоких порталов. То есть это максимальный уровень ваших порталов при котором ваши чародейки могут быстренько шоттать противников. А именно элитные паки. То есть на старте сезона это допустим 60 порталы. Когда вы качаетесь выше выше это допустим 70. Это просто пример. Но когда у ваших чародейки уже будут древние предметы. В каждом из предметов уже будут колбасаны. То в принципе уже можно набегать такие порталы как 80-90 уровней. Выше можно не залазить потому что это не наша цель. Наша цель как можно быстрее пробегать эти порталы. И быстрее капать камни а также парагон. Так вот как только мы заходим в портал. Мы конечно же как можно быстрее ищем элитного противника. И конечно же быстрее пытаемся его уничтожить. Для того чтобы запустился и геом как у нас так и у наших чародеек. Потому что геом для нас это быстрое перемещение по карте. Чтоб мы не оставали от чародеек. А для чародеек это возможность быстрее отказывать их форму афонта. А это значит что они быстрее могут получать старые стаки. А также тоже будут быстрее перемещаться. Потому что в форме афонта у них есть телепорт. Если вдруг первый пак вам попадается желтый. То его надо уничтожить полностью. Что самого желтого элитного противника. Что его миньонов. Потому что если вы не уничтожите его прислужников. То и геомы не запустятся. Ну а как только вы с этой миссией справились. То можно лететь дальше. Играя в данной мете. А именно 3 чародеек и шрен лонг. Мы играем от элитного противника до элитного противника. На белых трешевых мобах мы не задерживаемся. Только в том случае если допустим они находятся рядом возле элитного пака. Кто-то там в принципе может их попробовать стянуть в общую толпу. Но чародеки уже будут их уничтожать. То есть мы приземляем все элитки. И начинаем их себе тянуть с помощью нашей стяжки. Работой генератором мы будем навешивать на них ладошки. И они старался будет получать на 15% больше урона. Эти противники отмечены. Так как у нашего генератора есть хорошая зона поражения. То ладошки мы будем навешивать практически на всех противников которые находятся вокруг нас. Кроме того этим генератором мы будем запускать самосвет сияние льда. А он на 10% будет увеличивать вероятность критического удара нашей группы. Во время боя старайтесь не стоять на месте. То есть время от времени совершайте такие прыжки с помощью менее мощный рывок. Во-первых этим действием вы будете создавать себе дополнительную защиту с помощью хрустального кулака. А во-вторых в ту точку куда вы приземлились вы можете тернуть противника. Потому что как только вы будете сдергивать с места вы будете запускать как раз наручить силача. И эти противники которого вы сдернете с места будут получать на 30% больше урона. Как только вы найдете пилоны то в принципе эти пилоны можно активировать. А активируя их вы сразу же будете переживать желтого элитного противника. После убийства элитного противника наша группа быстренько подбирает сверки и летит дальше. Если обычно монах саппорт хиллер бегает возле своего дамагера то в данном случае можно возле чародеек не держаться. А в принципе лететь вперед и искать или элитного противника или же пилоны. Ваши чародеки от вас будут по сути не отставать. Потому что их задача тоже найти как раз таки этого элитного пака. А как только вы его обнаружили сразу останавливайтесь. Опять таки стягивайте и работайте по ним генераторам. И так далее и так далее и так далее. И по сути во время данного ролика когда я описываю вам этот геймплей. Вы наверное уже видели как мы закрыли два великого портала. То есть как вы понимаете время на раздумья здесь не так уж много. То есть пак полетел, пак полетел, пак полетел. Вот и весь геймплей. Но он очень продуктивный, очень эффективный. И сразу нарушает одну поговорочку. Что за двумя зайцами погонишься ни одного не словишь. А тут мы как раз таки ловим обоих. И качаем прогон и качаем самосвет. Так что вот вам такой шрайный монах саппорт. Так что можете его собирать. Так же как и группу из трех чародеек и электричек. Ну и качаться, качаться и еще раз качаться. Что вы думаете об этом билде пишите конечно же как всегда в комментарии под роликом. Так же еще раз напомню, что отныне и предь все билты будут сохраняться в D3 планере. И ссылка на сохраненный билд будет также находиться в описании под роликом. Ну а я на данном моменте свое видео буду заканчивать. Спасибо друзья за просмотр. Я надеюсь этот гайд был для вас полезен. В свою очередь мне остается с вами попрощаться. И пожелать удачней фалимы. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале. Комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.